Доброе утро! Зимой в Югре столбик термометра часто опускается ниже 30 градусов. Однако это не останавливает как российских, так и иностранных туристов. Ведь что может быть лучше, чем погулять в такую погоду, отморозить все щеки, а потом пойти в парную и расслабиться? Или выпить горячее какаошко со вкусным пирогом из рыбы, а после покататься на оленях? Обо всех прелестях зимнего туризма в нашем любимом регионе поговорим сегодня с руководителем Центра компетенции в сфере туризма Фонда развития Югры Владиславой Вишневской. Владислава, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Как насчет какаошка с рыбным пирогом? Я бы предпочла лучше чай на травах, потому что это с дикаросами, с нашими прекрасными брусничными листами. Отличный выбор! Это было бы более аутентично. Я Владиславу с удовольствием поддержу. Владислав, мы знаем, что поток туристов в Югру, он ежегодно увеличивается, мы можем об этом говорить откровенно. И наш регион в том числе особенно привлекателен зимой. Вот чем же он так привлекает туристов в это время года? Ну вы правы, зима это одно из направлений, которое мы действительно продаем, настоящую зиму. И делаем мы это совершенно осознанно. У нас замечательные красивые пейзажи, которые привлекают, но есть не только какие-то чувственные показатели этого направления, но мы совершенно отчетливо понимаем, какой запрос есть у потенциальных гостей. Действительно, последние годы, а это тенденция 5-7 лет, когда центральная Россия, даже северо-запад, очень скучает по настоящей русской морозной, но при этом очень комфортной зиме. И вот мы, используя эту потребность, сформировали отдельное даже предложение и вложили его в нашу рекламную кампанию, которую провели в этом году с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. И вот как раз настоящая зима, это был один из главных триггеров. Мы говорим о том, что наши потенциальные гости, наши потенциальные туристы, это те люди, которые воспринимают путешествия в первую очередь как новые приключения, как новый опыт для себя. И здесь, в Югре, мы можем дать не только вот эти новые эмоции, но еще и очень комфортное пребывание на территории города. Я считаю, что нужно устроить такую штуку. Смотрите, если турист приезжает к нам из теплой страны, вот пускай он здесь смотрит на наш снег, сколько хочет его забирает, а нас, пожалуйста, туда на это время можно отправлять, было бы гораздо здорово. Отпуск по обмену. Да, да, да. Взаимобмен – это правильная вещь, да? Да. Да. Вот каким видят наш регион туристы и каким его видим мы? Есть какая-то статистика, какое-то представление на эту тему? Безусловно, всегда те люди, которые проживают постоянно на территории, они воспринимают ее совершенно по-другому, не так, как внешние пользователи. Допустим, мы совершенно спокойно, и, наверное, у нас вызывает долю восхищения, но не такую реакцию, как у приезжающих гостей. Наше, я не устаю говорить, уникальное сочетание природы и очень грамотное вплетение архитектуры при формировании городов. Ханк-Мансийск в этом смысле очень хороший пример. Так вот, если посмотреть результаты исследований, то, в первую очередь, гости едут к нам за настоящей зимой. Они едут к нам за возможностью без затрат большого количества времени оказаться в местах, где можно провести активно отдых. Если говорить, опять-таки, про зиму, то удивляет, и мы эту поддерживаем тенденцию, самый белый снег. А если говорить о лете, действительно, людей удивляет сочетание цветовое и необыкновенные закаты. И вот по запросам, когда мы смотрим поисковые запросы, нефть первое, а второе – это природа. Ну, кстати, нефть конкурирует по запросам с шоколадом. Вот здесь у нас? Нефть. Вообще, в принципе, у пользователей и конкурентное, скажем так, направление – это шоколад и нефть. Шоколад и нефть, как интересно. На шоколад у нас тоже есть вкусный. Владислава, а нефть? Ну, вообще, это в общем доступе? Туристы могут все-таки посмотреть, ездить на месторождение или как это происходит? Что их интересует? Конечно, все хотят увидеть, как добывается нефть, как извлекаются. Как раздобыть акции? Прямо изнутри. Это первый вопрос, который обычно спрашивают. Но здесь у нас, скажем так, двухфазная программа. В первую очередь мы говорим о том, что у нас есть прекрасный музей, в которых можно в том числе и потрогать нефть руками. У нас замечательное наследие изученности этого направления. Сегодня стали доступны экскурсии в кернах хранилищик. Конечно, все, что касается промышленных объектов, это все по предварительной записи, по заранее организованному сценарию. Но все это действительно доступно. Сегодня, в этом году, мы стали участниками акселератора Агентства стратегических инициатив по развитию промышленного туризма. И надеемся, что в ближайшие годы мы сделаем максимально доступным наше черное золото для потенциальных туристов. Ну что ж, захотелось тебе вьюгру? Мне захотелось посмотреть и потрогать нефть. И мне в том числе. Кстати, что интересно, я сколько здесь живу, до сих пор ни разу нефть вот так живу, я и не видел в баночке. Значит, завтра идем в музей. Значит, завтра идем в музей. Договорились. Владислав, большое спасибо вам, что пришли. Столь ранним утром мы рассказали нам, просветили опять-таки данную очередную тему. Большое спасибо вам. С гостем прощаемся. С вами увидимся совсем скоро. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok